После того, как я окунулся в этот процесс, у меня волосы встали дыбом. Учитывая, что я депутат законодательного собрания, и, значит, пройдя просто через все чиновничьи, бюрократические вот эти, значит, кабинеты, я понял, насколько засекречено, насколько скрывается от людей самая суровая правда, о которой я вам сейчас расскажу. Учитывая, что три из четырех предприятий, которые я сейчас озвучивал, строятся в Поволжье, мы будем иметь такую невероятную угрозу, такую экологическую катастрофу, которую Россия пока не видела. Мой посыл и мое требование к правительству, чтобы эти вопросы, как минимум, обсуждались с обществом. У нас не провели ни одного общественного слушания, ни одного общественного обсуждения, но деньги уже выделили в 2019 году. Никого не спросим, это неправильно. Слово представляется Бондаренко Николая Николаевича, депутату областной думы, Саратовской областной думы. Подготовиться Шереметьеву. Уважаемый присутствующий, я приехал к вам из города Саратова. Огромная благодарность фракции КПРФ в Государственной думе, моим товарищам, что ведут здесь такую активную деятельность и позицию. Действительно, ни одна другая фракция ничего подобного даже представить нельзя, чтобы собирались. Потому что вопрос этот закрытый, вопрос этот под большой завесой тайны. И, конечно, власть в нашей стране очень неохотно готова обсуждать такие вещи. Поэтому это очень правильное мероприятие, это важное направление в нашей работе. Я приехал рассказать не о проблеме в Саратове, хотя Саратов это касается в том числе. Недавнее постановление правительства, которое подписал Медведев под номером 540 от 30 апреля 2019 года, подразумевает создание в четырех регионах нашей страны предприятий по переработке, хотя на практике это не переработка, это утилизация отходов первого и второго класса опасности. Один из подобных предприятий будет строиться в Саратовской области, в Краснопартизанском районе, поселке Горном. После того, как я окунулся в этот процесс, у меня волосы встали дыбом. Учитывая, что я депутат законодательного собрания, и пройдя просто через все чиновничьи, бюрократические кабинеты, я понял, насколько засекречено, насколько скрывается от людей самая суровая правда, о которой я вам сейчас расскажу. После того, как местные жители сказали, что здесь что-то творится, что сейчас приезжает большое количество людей, Москва, здесь какая-то техника, кто-то ходит, что-то меряет, выделяют какие-то средства. Я поехал в Министерство экологии. Я говорю, слушайте, там что, предприятие будет строиться какое-то вредное? Мы ничего не в курсе, мы ничего не знаем, Министерство экологии. Я поехал в природнадзор. Они говорят, мы ничего не знаем, мы что-то слышали, но это было давно, мы не в курсе. Прородоохранная прокуратура, Министерство промышленности, все руководство области, никто ничего не знает. Потом через наших депутатов Государственной Думы до нас дошла информация, оказывается, это постановление подписано, оказывается, никакой общественной огласки это дело не получило, и в Саратовской области будет строиться предприятие, как и в Кирове, в Кургане и Удмуртии, по переработке 50 тысяч тонн каждое предприятие, 50 тысяч тонн отходов первого-второго класса опасности. Самых опасных веществ на нашей планете, самых опасных с точки зрения влияния на здоровье человека, на окружающую природу, веществ, которые не имеют периода распада при попадании в почву, воду или воздух, они отравлены навсегда будут, даже на тысячи лет. Учитывая, что три из четырех предприятий, которые я сейчас озвучивал, строятся в Поволжье, мы с вами будем иметь такую невероятную угрозу, такую экологическую катастрофу, которую Россия пока не видела. Это не снос сквера или парка в Екатеринбурге, это даже не Архангельск, Шиес, это второй Чернобыль. Потому что при попадании, при случае возникновения аварийных ситуаций, при попадании этих веществ в Волгу, мы с вами, такую экологическую катастрофу, десятки миллионов человек будут поставлены под угрозу уничтожения. Учитывая, что завод в Горном Саратской области стоит на реке, которая впадает в Волгу, что категорически запрещено согласно техническим нормативам при строительстве и создании подобных предприятий, мы с вами видим самую циничную, самую поганую позицию исполнительной власти, которая прикрывается задачей, мы же заботимся о вас. Нам что, с вами не нужно утилизировать эти отходы? Ну, конечно же, надо. Ну, давайте согласим, что надо утилизировать отходы первого и второго класса, но не в густонаселенных районах нашей страны, наших регионах. Вы почему не делать, не создавать эти полигоны? У нас бескрайняя тундра есть, где тысячи километров вокруг ни одного человека нет. Ну, почему не построить эти предприятия? Послушайте, и к нам в Саратов приезжал заместитель генерального директора Росрау, который является подразделением Росатома. И я с ним имел, значит, он со мной связался, говорит, мне нужно поговорить, выводите людей на митинги. У нас были крупные, многотысячные публичные мероприятия людей, жителей Саратов в первую очередь, которые сказали, что мы не хотим умирать, мы не помойка для мусора, почему мы должны от этого страдать наши дети? Саратов пятое место в России занимает по онкологическим заболеваниям, первое место в России по оттоку населения. Вы представляете, в каком ужасном положении находятся регион и город, и в конечном итоге это как повлияет, усугубит этот процесс. Я общался с заместителем генерального директора, знаете, что он мне ответил? Вы сейчас просто обалдеете все, что он мне сказал. А говорит, это экономически невыгодно строить в тундре. Значит, вы просто денег, что ли, на нас хотите сэкономить? Значит, вы просто хотите по-легкому отделаться, а вы там живите, травитесь, главное, чтобы нас это всех красивых не касалось. Мы будем в Финляндии, где они там проживают, виноградники у них в Италии, во Франции. Вот это будущее, это наше с вами реалии завтрашнего дня. И это касается не Саратовской области. Завод в Горном по километражу так же удален от Саратова, как от Самары. А вокруг нас регионы густонаселенные, а вокруг Кирова с Курганом, с Удмуртией, какие важнейшие центральные и именитые регионы находятся. Это все будет подставлено под грань выживания только лишь потому, что действующая власть не хочет выражать наши интересы. Не хочет тратить деньги, которые нас с вами берет, из земли из нашей выкачивают, наше национальное достояние, которое нам природа подарила, а предки приумножили. Эти жулики хотят тратить их на свои иномарки, хотят тратить их на вот эти закрытые аукционы, которые мы с вами не можем проконтролировать, на якобы оборону. А нам с вами останется онкологические заболевания и замечательный перспектив для наших детей. У нас в общественной палате проходило слушание, по результатам которого пришло руководство Росрауда и заявило, что вы можете гордиться, ваш регион будет поступление в бюджет. Сколько он сказал? Несколько десятков миллионов, 30 миллионов в год он сказал. Да нам не хватит на операции для детей. Это опять будут смс-ками по всей стране по телевидению собирать, потому что нет у Министерства здравоохранения другой инициативы. Не хотят они выделять на это деньги. В конечном итоге, уважаемые присутствующие, в этом всем виноват, безусловно, исполнительная власть, которая принимает подобные решения министры-капиталисты, Медведев во главе их, президент Путин, который это все назначает. Безусловно, это главные виновники, но не в меньшей степени виноваты мы с вами, потому что народ достоин правительства, которое он имеет. Нас и дальше будут грабить, насиловать и убивать, пока мы ропотно, тихо жалуемся друг другу на кухню, пока мы сидим и скулим, какая у нас хреновая с вами жизнь. До этого момента эти процессы остановиться не могут. Вы посмотрите, какой нам современная наша российская сегодняшняя история, сегодняшний день, какие дают примеры. Подложили, сами, сами подложили наркотики Голунову, и из-за того, что люди вышли, они были вынуждены переобуться и выпустить его. Сами выдали разрешение на строительство церкви на месте парка в Екатеринбурге. И сами это отменили только потому, что люди вышли на улицу. Десятки, сотни таких примеров, мы все с вами приведем, локальные по нашему государству, но они необходимы сегодня в рамках борьбы за экологическое наше благосостояние. Потому что эта ситуация выходит из-под контроля. Вместо того, чтобы покупать современные технологии, выбирать правильные площадки, где никто от этого не пострадает. Чем занимает сегодня правительство? Запрещают нам ругать их, запрещают нам свободный интернет, душат нас. Куда ни плюнь, везде сплошные запреты. Что ни инициатива правительства, мы хватаемся с вами за сердце. Что ни подписал президент, мы хватаемся с вами за голову. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы с вами не выйдем на улицу. У нас есть законные методы, законные механизмы. Пока еще не отменены до конца митинги. Пока разрешены пикеты. Наша главная борьба, нам нужно сегодня уговаривать людей, что вот эти ярлыки в головах, что от нас ничего не зависит, что это все насадили нам. Чтобы пользоваться нашей с вами тишиной и безмолвием. И грабить дальше, и набивать свои карманы. Я, безусловно, сегодня хотел к каждому обратиться, те, кто выступал до меня. Когда вы сегодня говорите о том, что мы требуем, чтобы депутаты... Это неправильная позиция. Есть депутаты от Единой России, которые имеют конституционное большинство, которые принимают любой закон. Даже как бы коммунисты против не уступали. Сегодня есть президент Путин, который формирует всю исполнительную власть. И всю правоохранительную систему, и всю судебную систему. Есть конкретные лица, которые виноваты в этом бардаке. К ним должен быть адресован наш посыл и наш гнев. Но никак не на... Вот мы будем от вас требовать... Ну это хорошо, что мы требуем. Но у нас есть конкретные лица. Как говорится, у каждого преступления есть своя фамилия и имя, отчество. И у этого преступления есть люди, которые клейма ставить негде. Люди, которые настолько себя дискредитировали. И люди терпят. И терпят потому, в том числе, что мы с вами не можем правильно донести важность этих событий. Что мы и дальше будем в этом мусоре захлебываться. Если в Архангельске, в Подмосковье везут твердобытовые отходы, в Саратовскую область будут везти отходы первого класса. Плутоний, полоний, ртуть, тяжелые масла. Это же смерть. Это сколько детей от этого пострадает. А где они сейчас? Эти отходы сейчас на полигонах. Есть полигоны, где они хранятся. Что? Нет, у этих полигонов они у нас. Я с вами согласен. На практике именно так и получается. Что они просто в лучшем случае закопаны в общей куче. А в худшем случае люди их просто выкидывают во враги. И там это скапывается. Надо этим вопросом заниматься. Надо выделять на это средство. Но надо делать это с головой. Надо делать это не под нашими окнами. Мы же там живем. Ну это как? Они говорят, если мы в тундре будем строить завод, мы как же туда, говорит, рабочих будем возить? А вот тут надо зарплаты хорошие делать. Социальные гарантии делать. Тогда люди будут, значит, там, вахтовым методом или как-то по-другому туда есть. А так, конечно, если вы сейчас установите 15 тысяч зарплат, как у нас в Саратове, конечно, туда никто не поедет травиться. Нет, прошу прощения. Послушайте, я сразу хотел обозначить, что не должно быть здесь такой ситуации ни от меня, ни от кого-то другого. Что лишь бы не у меня дома. Я говорю о том, что 80% территории нашей страны – это территории, где люди не проживают. Это территории, непригодные для жизни. Это либо мерзлота, либо нескончаемые болота. Но почему не организовать инфраструктуру? Абсолютно правильно. Но эти заводы должны быть не под вашим окном. Должны быть не там, где ваши дети живут. Знаете, как они их будут перерабатывать? Послушайте, вы знаете, как они перерабатываться будут? Мне сказали, как они будут перерабатываться. Их сжигать будут. А вы хотите весь у нас волку закрать? Кого? Послушайте. Николай Николаевич, давайте завершать. Спасибо большое за внимание. Послушайте. Послушайте, мой посыл и мое требование к правительству, чтобы эти вопросы как минимум обсуждались с обществом. У нас не провели ни одного общественного слушания, ни одного общественного обсуждения, но деньги уже выделили в 2019 году. Никого не спросив, это неправильно. Мы задавали вопрос. Нам сказали, не переживайте, мы об этом заботимся. Я говорю, у меня еще больше переживать не стало после этого. Спасибо большое. Спасибо, Николай Николаевич. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...